Продолжение следует... В приуральском районе взят под стражу 48-летний рецидивист. Местный житель угрожал девушке ножницами, а после изнасиловал ее. Следствием установлено, 27 августа ранее неоднократно судимый устроил застолье с распитием спиртных напитков. Его спутницей была 19-летняя жительница села Белоярск приуральского района. В какой-то момент преступник взял ножницы и приставил их к груди потерпевшей острыми концами. Угрожая расправой, он сломил волю потерпевшей и надругался над ней. Задержанный обвиняется в изнасиловании, соединенным с угрозой убийства. В Тюмени ищут убийцу 16-летней девушки. Тело несовершеннолетней было найдено 8 сентября в одной из городских квартир. Как сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области, на теле подростка обнаружены признаки удушения. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. По неофициальной информации, 16-летняя девушка пропала в прошлый понедельник, 2 сентября. Как сообщает портал 72.ру, тело девушки пролежало в квартире несколько дней. В федеральный розыск объявлен мужчина, подозреваемый в убийстве. В Сургуте подросток угрожал родителям пневматикой, чтобы не идти в школу. Об этом сообщают РИО Новости со ссылкой на региональное управление МВД. Инцидент произошел утром 10 сентября. 16-летний юноша направил на родителей пневматический пистолет, отказываясь учиться. Взрослым удалось отобрать оружие, после чего школьник сбежал, но полицейские его нашли. В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет и кому он принадлежит. Известно, что молодой человек состоит на учете в ПНД. Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск. Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала «Ноябрьск-24». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!